Улучшение условий для студентов. Кабмин одобрил концепцию развития сети общежитий. Кабинет министров одобрил концепцию государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий для проживания соискателей образования учреждений высшего образования на 2022-2026 годы. Распоряжение принято 26 августа. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на YouTube. Как отмечается в документе, на начало 2019-20 учебного года, по данным Госстата, в стране функционирует 281 учреждения высшего образования, где получают высшее образование на разных уровнях более 1266 тыссоискателей. Ежегодно до 50% из них нуждаются вместе в общежитии. В крупных университетских центрах потребность в общежитиях самая большая. Многие не получают возможности поселиться в общежитии и вынуждены снимать частное жилье по высоким ценам. На сегодня существует три типа общежитий. Самыми распространенными являются те, которые можно охарактеризовать как Общежитие эконом-класса. Это общежитие с коридорной системой планировки, душевой комнатой в подвальном помещении или один на несколько этажей, кухней и санузлом на этаже. Соискатели образования в таком общежитии проживают в основном в переполненных комнатах, от 4 до 8 человек. Проживание в таком общежитии частично несет стрессовые риски для соискателей образования и не способствует их эффективному обучению, говорится в проекте. Распоряжение. Также есть общежития повышенной комфортности. Для них характерна секционная блочная планировка, где на 2-4 комнаты есть санузел, душевая или ванная комната, иногда также кухня. Самыми удобными считаются общежития гостиничного типа, в которых для каждой комнаты предусмотрен отдельный санузел с душевой, ванной и комнаты. Хотя качество общежитий повышенной комфортабельности и гостиничного типа немного лучше, но они также далеки от современных стандартов жилья и потребностей молодого человека. В частности, здесь есть проблемы с обустройством комнат современной и удобной мебелью. Отсутствуют отдельные помещения для обучения, досуга, занятий спортом. Нет доступа к интернету, говорится в тексте. По приблизительным оценкам, среди всех общежитий, находящихся на балансе учреждений высшего образования, до 80% являются общежитиями эконом-класса, около 15% имеют признаки повышенной комфортабельности, лишь около 5% являются общежитиями гостиничного типа. Количество соискателей образования, проживающих в общежитиях повышенной комфортабельности и гостиничного типа, небольшое в связи с ограниченным количеством жилья такого вида, а также значительно более высокими затратами на него. Программу предполагается выполнить в течение 2022-2026 годов. Путями и способами решения проблемы являются Восстановление и расширение сети общежитий, предусматривающие ремонт и реконструкцию старых общежитий, строительство новых общежитий при необходимости, достройку недостроенных общежитий. Создание безопасных условий проживания и обеспечения доступности общежитий, предусматривающие проведение ремонта систем электро-тепло-водоснабжения, водоотведа и канализации, модернизацию или установку систем противопожарной защиты, обеспечение общежитий средствами. Беспрепятственного доступа к объектам, создание условий доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Создание комфортабельных условий проживания путем оснащения общежитий дополнительными удобствами, спортивными залами, прачечными комнатами, помещениями для самостоятельной работы, залами для тренинговой и групповой работы, оборудованными современной мебелью, с доступом к интернету. Увеличение количества общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности. Внедрение энергосберегающих технологий, установка счетчиков на электроэнергию в жилых комнатах. Поэтапный процесс финансирования выполнения однотипных работ одновременно для всех определенных объектов учреждений высшего образования соответствующей сферы управления. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкать.